Телеканал КРТ представляет Не для того хайповали ребята, чтобы заниматься старомодной работой В Европе же пчелы популяция уменьшается Пчелы это тоже способ создать рабочие места Как человек творческий, реально образованный, реально опытный, он как Черчилль великий А тут приходит умальский и говорит, там схемы, там неправильно Ну да, неприятно, они работают ради украинцев, адресная помощь Смолей украинец, Маркарова украинец, Верланов украинец, Нефедов, ну и украинец тоже, наверное Всем доброго субботнего утра, сегодня в эфире ваша любимая передача 3 кандидата Но сегодня она у нас пребывает в формате 4 кандидата У нас, скажем так, появился 4 кандидат, только экономических наук, Юрий Атаманюк Ура! Юрий, спасибо Добрый день Спасибо большое Ну, Юрий, пару слов о том, как вы видите нашу сегодняшнюю передачу Без юмора мы жить не можем Это наша ментальность, да Просто главная наша задача, чтобы этот юмор не был такой смех сквозь слезы А ведь юмор бывает еще и черный Слушай, генетический ход, наш юмор червоными и черными нитками, как минимум Не, ну тут у нас черный юмор, в такую сторону власть над нами черный юмор делает Когда нам что-то обещают, а потом говорят, вы что не поняли, что это был юмор или как там Обещают, добрее, обещают 500 тысяч рабочих мест, ну только ж дурак может в это поверить Подождите, антирук обещал миллион, антирук миллион Они уже уменьшают, уменьшают Они соревнуются в черном юморе, понимаешь? То есть следующий может уже сказать, чтобы притискать 2 миллиона Нет, ребята, подождите Это не черный юмор, это стендап и открытый микрофон, мне кажется, это как-то Кстати, про власть, у нас новость, скажем так, одна из новостей недели Ну, какое же лето без дачи, да? Вот и наш президент решил в середине лета переехать на дачу Не просто на дачу, а на госдачу Зеленский переехал со своего коттеджного городка или с квартиры в Мариинском парке В Кончу-Заспу на госдачу под номером 29 Она же называется дача Ющенко, потому что там жил знаменитый Виктор Андреевич С пчелами Главное, чтобы вот эта аналогия с Ющенко не нашла свое продолжение Потому что если сейчас в сети появятся сети Зеленского на пасеке Или сделают такую креативную маску от коронавируса в виде такой сетки антимоскитной пчеловода Ну, чтобы как-то отличаться Потому что пока отличаются только цветами масок и эмблемами А здесь вот такую маску, вот если, вот чтобы до этого не дошло Шляпа от солнца, она же сетка, она же сразу социальная дистанция И, кстати, будет непонятно, кто там, можно так прикрыться И там же лица не видно В принципе, сегодня у власти такие люди, что если даже вместо них ставить кого угодно другого, хуже не будет Ну, просто одел маски, отправил, набрал там, на вокзале просится на черные работы люди приезжают Вот набрал 10 человек, маски оделся, это Кабмин И оно будет восприниматься одинаково То есть в 95-м квартале кадры закончились, надо искать уже А это не много было Там сейчас идет уже отбор, рекрутинговое агентство Оно отработало 95-й квартал Отработало кумовьев, соседей, друзей Сейчас они ищут друзей, друзей кумовьев И вот эта длинная цепочка, многие ее не могут, ну, даже в голове осознать, что значит друг друга кума Поэтому у них там сложности происходят А вот если вернуться к даче, вот, ну, это же просто дача, да, где жили и другие президенты Вот, почему такая шумиха? Вот как вы это видите? Что вы ждете? Зеленского на грядке? Ну, какие у вас, вот, между прочим, Мишель Обама выращивала морковь Дом номер 29 Морковь, да, как вы думаете, первая леди будет у нас помидорчики, как бы там выращивать огурчики? Знаете, если, вот, Зеленский, он лидер по количеству телефонных разговоров с Меркель Он провел за неполный год своей каденции 12 телефонных разговоров с Меркель И люди, многие задаются вопросом, так много разговоров было, почему? Потому что такая симпатия у Меркель к Зеленскому, это один вариант Или второй вариант, наш уважаемый президент не понял то, что сказала Меркель на первом телефонном разговоре И 11 раз после этого надо было что-то разъяснять Может быть, просто хорошо воспитанный молодой человек, он просто узнает, как у нее дела, как здоровье Просто беспокоится, надо же старшим помогать Что вы в супермаркете купили? Или второй вариант, с учетом того, что над нами сейчас вот эти грантоеды, внешнее влияние Может, просто, ну, каждый понедельник надо позвонить, главному сказать, там, ангела Отчет? Отчет, какие задачи? Минуточку Ну, может, как-то так А что касается дома, то... Приезжай, шашлыки готовы То вот очень интересная достопримечательность в Берлине, вот, кто такие матерые маститы и гиды Они, когда водят людей на музейный остров, особенно видят, вот, чиновников, кому это интересно Или, там, активных общественных деятелей с Украины Они говорят, вот, а теперь достопримечательность Вот окно на лестнице в одном из музеев, говорят, посмотрите в окно, достопримечательность И через канал стоит обычный мост, обычный дом И в обычном доме Квартира, три окна С этими цветочками И говорят, а вот тут живет канцлер Германии, пятая экономики мира Понимаете? И вот поэтому... И наши активисты прямо, наверное, как ну там Подожди, может, Зеленский звонит в мерке И говорит, ангела Все три это за Ангела, передай пиво Или там, приезжай, сосиски будем жарить Ну, что-нибудь такое Александр, я думаю, тут ситуация глубже В Германии Не восприняло бы общество переезд канцлера на какую-то виллу Но Владимир Александрович, как джентльмен Понимая, что коронавирус Что лучше обсервацию проходить за городом Он пошел на падение своего рейтинга Переехал на виллу, чтобы туда пригласить к Меркель И сказать, давайте следующие 12 бесед проведете у нас на вилле Ну, комфортнее будет 12 дней погасить тюнов Я вам в чем покажу С каждой познакомлю Ностальгия Посмотрите, вот это, то, что от Ющенко Загладчики А, кстати, Ангела же Меркель была, помните, канцлером, когда Ющенко еще был? Да Так что она его помнит Ну, что она и была на этой даче, мы же не знаем Она же, канцлер, был дежит Поговорим о промышленном Или каком, не промышленном Медовом безвизе для пчел Медовом безвизе для вообще ключевой переговорный пункт Я считаю, что пчелы это тоже способ шмыгалю создать рабочие места Потому что если взять за каждой пчелой по одному смотрителю поставить, то это можно вот те 500 тысяч организовать до вечера А если еще собрать всех умельцев и подковать всех блох, то вообще можно трудоустроить всех, кто не приставлен за пчелой У нас сегодня в Кабмине такие умельцы, как начнут подковывать, то поотбивают руки друг другу Хотя тоже не менее Все так хорошо, потому что в Европе же пчелы популяция уменьшается из-за пестицидов и так далее Они просто к нам прилетают, у нас условия лучше Нет, у нас пока еще да, но так может хотят отсюда как бы Нет, ты чувствуешь разницу? Наши люди едут туда, а их пчелы прилетают к нам Саш, ну смотри, может пока вот есть миграция людей, а потом добавится миграция пчел Ты думаешь, пчелы тоже улетят? Ну, если там вымирают, отсюда они прилетят Нет, ну я думаю, что те кто представлен каждой пчеле, просто подумает, что лучше взять свою пчелу и поехать в Европу Я думаю, что то, что делают сегодня с нашей страной, то оно быстрее скоро будет привлекать не пчел, а мух Понимаете, куда мухи летят, вот, к сожалению Мухи? Мухи Жуки с корабеями, между прочим, могут тоже приближать Что у нас там по новостям? У нас про мух разоговорили В Киеве В знаменитом ресторане «Велюр» Ну, в тот, который штаб Как говорил Тищенко По борьбе с карантином Да, так что штаб Скажем так, штаб попал в скандал Штаб штаба Опять Штаб попал в скандал Согласно информации от жильцов соседних домов Этот штаб работает до утра, то есть круглосуточно Вопреки запрету карантинному В 11 часов закрываться Я думаю, прежде всего, тут надо усматривать руку Москвы Это какой-то проплаченный фейк против народного кандидата в мэры Да, Николая Тищенко Да, ну и в узких кругах известен как такой интеллектуал И люди, когда людей там А люди умным завидуют Завидуют умным Их это раздражает Но вот что касается карантина, мне интересно другое Вот как сформировалась мысль у Лешко Вот например У того, который Молоденький или чуть-чуть постарше У того, который, не знаю, как его правильнее назвать Но тот, который с вилами пусть У него мысли не формируются А вот у этого, который связан с карантином Вот как сформировалась мысль Давайте их отвечать Лешко и Лешко Джуниор Давайте их отвечать Вот помогите мне разобраться с таким ответом Я не могу Вот почему можно рестораном работать до 10 вечера Вот есть какое-то исследование, что в 10.01 коронавирус становится особенно агрессивным Он просыпается Он просыпается в 10.01 А потом, смотрите Коронавирус просыпается А потом прошло время и через 2 дня сказали Окей, можно в 11 открываться Вот То есть в понедельник было до 10 В среду до 11 То есть вот за 2 дня Распылили какой-то газ Над Киевом Который еще час держит в сонном состоянии коронавирус То по киевскому, по московскому времени А, то киевскому Они просто, наверное, не писали на время Подождите То есть до 11 может работать тот ресторан У которого меню и на русском языке А Макдональдс только до 10 Да, получается? Ну тут что-то какая-то есть в этом связи Думаю, что-то тут непросто Объяснить, почему коронавирус Ну явно не погребничает Почему до 10 можно, до 10-15 нельзя И, конечно, милиция наконец-то показала свою эффективность Потому что они не успели свою эффективность показать Когда была поножовщина Потому что они уже полиция Насиловали девушку Когда скручивали пенсионера Но они показали мегаэффективность Когда в 10-01 забегают в ресторан С камерами Ложат директора ресторана И говорят Вот, ты работал после 10 вечера Юрий, ну просто нюанс Во-первых, они голодные Они ждут этого времени Во-первых, они пловцов вылавливают Уже, да, вылавливались С очками Но от пловца же ты еды особо не получишь А тут возможность Прийти в ресторан Наконец-то Можно сказать, персонально под тебя накроют зал Нет, скажешь что Все, осторожность Тут все нужно опечатать Сказать, тут все заражено Есть и да Заражено, конечно На самом деле Очень демократичный подход Оказывается Вот есть информация Что всего-навсего За 10 тысяч гривен Милиция может в твой ресторан Не прийти Не, она просто переводит на 5 минут И 5 минут Мимо может проехать К следующему ресторану А там затянуться Вот с этими всеми разборками Я считаю, что 10 тысяч гривен Рестораторы могут заложить себе В бюджет Сразу же На поддержание силового блока На борьбу с преступностью Скажем так Потому что У нас тут Есть еще К нам тут скинули Свеженькое, кстати, видео Как Тищенко опять отличился Сейчас мы вам покажем Это Это новый шедевр? Да Сейчас тут выведет режиссер Это видео нам Куда-то на экран Вот Коля Вилюрова По-моему Ему точно нет Более того Это как раз видео Скорее всего Писалось в период Участия в танцевальном конкурсе Это же на самом деле Танцы со звездами То есть Наш кандидат Один из кандидатов Вера Настолько широко развитый Подожди У нас президент У нас победил в конкурсе Танцы со звездами Не в этом же Ну подождите Не в этом жанре А мы не знаем Президенту помогло же То, чем он играл на рояле Поэтому я думаю Что этот ролик Должен точно Николаю помочь Продвинуться То есть это последнее оружие Такой последний удар Массовое поражение Но дело в том Что он этим местом Действует более эффективно Чем головой Поэтому И человек не скрывает Я предлагаю делать так Смотрите В транспортном комитете Оно ему тоже помогает Секундочку Давайте пойдем С практической точки зрения Вот сказали Что процедура Праймерис Еще сам Неизвестна пока Она пока неизвестна Я предлагаю Зачем нам Какие-то дебаты Давайте делать Танцевальный батл Вот, кстати Вот танцевальный батл Или рэп батл Еще можно Ну рэп батл Это тут проблема Тут надо еще уметь читать И быстро Это не каждый сможет А вот танцевальный конкурс Кто-то ковырялочку станцевал Кто-то в гопак Кто-то вот так покрутил Кто-то вот тверк Тверкнул Да Каждый чем может А кто-то нет Я думаю, что Ну как, Влад Яма Обязательно Катерина Кухар Как минимум Чапкис Александра, я не согласен Монатик Я не согласен Это все Вы называете Старые конкурсы Я считаю Что Во-первых Фракция Слуг народа Она очень мега креативная Да, это правда И они Вот конкурсы должны быть Конкурс За шкваров У нас не было Вот представляете Вот вы главная ведущая Конкурс за шкваров Четверть финал Понятно, что Четверть финал Брагар С Клитиной И вот там Он заходит на сцену С собаками Элитных пород А она заходит В бикини Понимаете И собаки падают В обморок И вот тут Что дальше Но тут есть нюхант Что Клитина Пока еще не вступила В Слову народа Не, ну как Она во власти Подожди Она Ну а как Это кстати Это кстати Когда-то южная А Лизу Багутскую Можно позвать Мне кажется Она тоже Вершую речнице Майданом Скажется Роковыны Я думаю Что это Лизу Багутскую Кого там еще Это может быть Так еще получить Резонанс Я бы сказал Как же Там еще есть Третьякова Знаменитый За Третьякову Нужно как Вот сейчас Все было модно Всех проверять На полиграфском Аппарате Да А нужно уже Вот сделать Не полиграф аппарат А стерилизатор Да И вот Третьякова Выходит на конкурс С стерилизатором Нужно С стерилизацией Анализ Чего-нибудь взяла И сказала Ты качественный Или некачественный И очень удобно Тогда не надо Смотрите Не надо иллюстраций Не надо никаких Спецпроверок Не надо ничего Идешь в Третьяковой Берешь заключение Качественный Пришел со справкой Хочу быть министром Третьякова Знак качества И все А Третьякова Это может устроить Коррупционную схему Вы справки Прорвали Она-то устроит Коррупционную схему Но она будет всем понятна Идешь в одно место Берешь одну справку И идешь работаешь Сдаешь что-то Одно место А так есть коррупционная схема Но много надо справок А так все одна Понятная Самое главное Раз ты качественный Тогда можно и конкурсы отменить Не так приходишь И тебе говоришь От кого ты От Третьяковой Да Так какой конкурс Третьяковой Я Третьяковой Я качественный Все Ну я качественный А ты не качественный Раньше говорили Я от Кананенко А теперь я Третьяковой Да Ой Раз мы тут про качество И про Ляшка Уже вспоминали Одного Можно вспомнить и про второго Потому что на неделе Один Ляшко Обратился ко второму Ляшко Звертаюся до головного санитарного лекаря Виктора Ляшка Який своим гребаным карантином Знищил малый и средний бизнес Виктор Не позорь фамилию Якщо в тебе є совість Иди в відставку А краще Значит Ляшко пошел Он же такой Вот этот Депутат Бывший Он же человек Который был Как-то покасательный Работал с тем Что связано с законодательством Ну рядом он с этим был Покасательный Это хорошее формулирование Так вот Очень интересный Он пошел сейчас неправильным путем Вот он пошел политическим путем А я бы ему советовал Пойти правовым путем Каким образом Ляшко Это бренд В Украине Он его забрендировал Поэтому Второй Ляшко Кладиатор Когда пошел на должность Главного санитарного врача Не спросил первого Ляшка Можно ли ему оставить свою фамилию То что он оставил себе Разбрендированную Не им фамилию Распиарен А денег сколько вложено Сколько вот этих Коровы ходили под верхом Ради этой фамилии Земля съелась этой фамилией Понимаете Он на основании этого Подать в суд О ликвидации Ляшко Как говорят Ты откроешь Если фирму сейчас Майкрософт Тебя сразу засудят Ликвидируют тебя Как юрлицо Ликвидировать Виктора Ляшко Как физлицо Ликвидировать И отправить Третьякова Стерилизовала Потому что Некачественный Ляшко Фейк вообще Фейковый Ляшко Китайская подделка Коронавирус Коронавирус Тогда Олег Ляшко Уже под видом Оригинала Да Под видом Виктора Ляшко Будет баллотироваться Куда он там хотел В мэра Киева Везде Везде Он должен баллотироваться Везде Потому что Мы любим Когда смешно Я думаю Что Радикал Ляшко Должен теперь Ходить в футболке С надписью Оригинал Ну Потому что Это же правильно А другой Ляшко Должен подумать Может Знаете Помните Как вот Найк Ну допустим Когда подделывали Некоторые писали Не через К А через С Так может Ему тоже стоит Как-то поменять Вот так фамилию Чтобы оно Как бы Ляшко Но И не Ляшко Объективно На второй день После карантина Любой гражданин Украины Четко Мог сказать Фамилию Главного Санитарного Врача Украины Если бы У него была Фамилия Главного Санитарного Врача Не Ляшко О Не Ляшко То его Лже Дмитрий Не Ляшко То его бы Никто не знал Серьезно Лже Ляшко Не Ляшко Не Ляшко Не Ляшко Просто Да Самое главное И вот этот Виктор Ляшко Он неправильно Построит Свою Предвыборную Компанию На мэра Киева Объясню Как он должен Он как построил Что он эффективный Борец с коронавирусом А все видели Что неэффективный А он Вот я бы на его месте Ему посоветую Сейчас бесплатно Даю ему Как это сделать Он должен сказать Так Он нас видит Киевляне За меня не проголосуете Объявлю Жесточайший карантин Вот так Через угрозу Хотите Вот это вот После 10 До 10.30 В ресторане Кофе пить Ролосуйте За меня Нет То есть сразу Жесточайший карантин Да Закроем все Подъезды Забьем Вот это хрест нахрен Забьем Подъезды Подъезда не выйдет Будете вот это Как итальянцы Шампанское Вот это Помните Улицы на улице Здесь наверное Будете вот так Веревочку сбрасывать И будем вам Вот это Продукты так Передавать Вот он должен Через угрозу И все А то он Я эффективен А он эффективен А вот Это летная доставка Запугать Запугать киевлян Сказать вот И либо я Страхом Да И все Страхом Иначе Ну он получилось У него в парке Чтоб люди не ходили У него Он тут эффективен А он сейчас идет В неэффективное поле Обещание киевлянам Благ Ну он Обещатель И его тезка Олег Лешко Олег Лешко Больше может Пообещать Правильно Он каждому По велосипеду Пообещает Чтоб все были Как голобороны Опыт Не он больше На моем лака Увеличит Он Да Он Виктор Столько нет У него Такого воображения Сколько можно Пообещать киевлянам Поэтому Только Страхом Взять Киев Кстати Про Лешка Который Олег Он еще на этой неделе С Тимошенко На машине катался Вели прямую трансляцию Надо показать Это тоже нашим зрителям Видеоблогер Как развлекается Это второй Лешко Друзья Витаем Мы сейчас На Чернигівщине Чудовая Чернигівщина Разом с Юлией Тимошенко Трошки вот так Чтобы видно было О Да Что страшно Как вражения От Чернигівщины А там же не Иде иде Куда мы возвращаемся Кто знает Валера Куда ехать На право На право Ничего страшного Я могу сказать Что люди В крайне задоволені Тут Я думаю Тут Вопрос В математической сфере Давайте Математическая Потому что Тут у меня есть преимущество Потому что Вы Кандидаты общественных наук Общественно-политических Социологических Да И философских И философских Да Ещё есть какие-то такие Науки Поищем Корни А у меня есть всё-таки Первое моё образование Я учитель математики и физики И вот тут Математическая в чём тема Потому что Они не знают математику У Ляшко рейтинг ноль У Юли рейтинг на уровне социологической ошибки Там где-то чуть-чуть Что-то там Мне нравится Как морж залазит с бассейна Вот так вот Залазит падает Залазит падает Вот на уровне вот этого И что они не зная математику подумали Что если Вот это вот Например Рейтинг там Четыре И девять Умножить на ноль Они подумали Что будет сорок девять Понимаете А будет ноль Понимаете Вот тут вот Если б они работали С математикой Вот позвонили математику Не друг с другом думали А вот позвонили математику И сказали Скажи пожалуйста Что будет после умножения Нулевого рейтинга На рейтинг На уровне Проходного барьера Математик Любой бы шуток Будет ноль Я сначала подумала Что мы будем тут Квадратный корень вычислять Дискриминант искать В крайнем случае Расскажут про цифры Фибоначчо Не пугают Ну нет же Понимаешь Умножить на ноль Тут все просто Уже были у нас такие Которые я вас на ноль умножу Это все таки не о том Ну О рейтингах поговорим чуть позже Про цифры Раз вы любите цифры Давай Это у Сурко кстати была книжечка около ноля И про Нацбанк Запрещеночку читаем У нас в общем тут есть новость Но она уже не новость Вот Про Смолия Ну помимо того что его ушли Так какие то активисты Принесли ему под забор еще Венки и гробы То есть вот так вот провожали Смолия А что вообще Что вообще нам ждать от этого От смены главы Нацбанка Какой курс будет Какие цифры будут Инфляция Вы кстати потенциально можете Да Нацбанк возглавить Или банкнотно-монетный двор Обязательно Я предлагаю Я предлагаю Вот все таки Так как они работают То мне кажется Что они возглавляют Банкнотно-монетный двор В принципе Ну по задачам Целям И реализации их Ну Смолия же запретил Эмиссию делать Как он там говорит На него давили-давили Давили-давили с офиса А что из него выдавили? Выдавили Выдавили На него давили Прежде всего Его внутренние соблазны Да Когда люди выстроили схему Когда ты можешь Под 14% годовых Купить Ну завел 100 миллионов долларов И естественно честно заработанных Ну честно Откуда 100 миллионов У нас могут быть нечестные Нечестные Заработанные 1000 долларов Первые миллионы нечестные Остальные все Не вот смотрите Нечестные деньги Это я знаю У дальнобойщиков засранцев Вот у них деньги нечестные А вот у этой компании Вот этой вот Гонтаревской Порошенковской И все остальное У них все миллионы Это честные деньги Конечно Ну Тяжелым трудом Сколько Смотрите сколько уголовных дел А все только дела Закрываются одно за одним Закрываются Это подтверждает честно Так вот Заводишь Да их за шоколадку закрывают Заводишь 100 миллионов долларов По курсу 28 Угу Купил облигации Поменял их На гривну Купил облигации По 14% годовых В течении года Усилил Гривну Да Ну что ж давят Соблазны Чем больше усилишь Тем будет лучше Это же давление Конечно Это вот он У меня как Атлант Под давлением Такое А там такое Золото Я знаю Облигация Усилили Гривну На 15% И Тут смотришь 30% Годовых Финансовых Инструментов В центре Европы Смотри Давление Чистых Давление И вот И тут давят И тут тебя снимают Самый интересный момент Но только все Уже наладилось Когда Бабу Оксану убрали Понимаешь С Минфина Так эти облигации печатала Вообще Круглосуточно работала На принтере Сама стояла Ночь не спала Эти облигации Только туда Туда Более того Знаете С чем она еще молодец Вот она реально Проукраинское Думает о народе То есть Банк мужа взяла А банк же мужа Муж может заниматься Банковской деятельностью Ну да А она ему говорит Нет Банковской деятельностью Пусть занимаются другие А мы через тебя Потому что Мы должны грудью идти На передовую Мы через тебя Эти все облигации Вот комиссионера Вот через тебя Все Вот через тебя За эти вонючие Никто ж другой Полтора процента На десяти миллиардах Оборота облигаций Никто ж не согласится За это дело А Родину надо спасать За какие то Вонючие 150 миллионов долларов Вот этих полутора процентов Кто же еще бы этим начал заниматься Вот именно То есть представляете В убыток себе Свой бизнес Семейный Положила на плаху истории Ради народа Понимаете Ну и и А народ не понял Сняли Не оценил Понимаете Это же тоже давило на Смолия Вот это было основное давление Он раз А тут приходит Умальский И говорит Там схемы Там неправильно Ну да Ну неприятно Ну они работают Они же работают Теоретически вот так вот Нет смотрите Они работают ради украинцев Но вы же поймите правильно Невозможно работать Но вот ради всех украинцев А они взяли Знаете как адресная помощь Вот Смолий украинец 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 Маркарова украинец Сто процентов Верланов украинец Украинец Нефедов Ну и украинец тоже Наверное И украинец Там у них Все там да Вот И поэтому они адресно Конечно Многим украинцам И членам Их семей Реально помогли Да Игландо Игландо А некоторые критиканы Ну кидайте Эпохи бедности Ну нормально же все Правильно Чем больше богатых То средняя цифра Вот Поднимается Ну какая разница Знаете вот это Кинь мешок на всех Вот то разбазарят Сожрут И не занят А так вот конкретно Есть богатый человек А всем приятно Да и хорошо Наш Наш Смог Получилось да Нормально Стартап Молодец да Я считаю Я считаю Вот Передача Вот Хочу быть миллионером А надо передачу Я вам сразу видите Подкину Как стать миллионером И пригласить например Смоли я Вот как вам Под вашим давлением Удалось стать миллионером Нет Ну это вину Яценюка можно позвать Нет Тут нужно как стать миллиардером То как стать миллиардером То другая Там вам Чтобы ту передачу вести Надо купить платье Шаней Там вы не сможете сразу войти Это было тогда А сейчас я думаю Что немножко Время другое Как стать миллиардером Он стал как стать Нет Как быть миллиардером И стать миллионером Вот это про Яценюка Это же вот в обратную сторону Это грустная передача А чего Ну я думаю Что тяжело Тает потихоньку Подъедает там По вечерам своего Миллиардера Они в доходные Как быть миллиардером Гривни И стать миллионером Доллары И правда И уже как бы Ну как вроде бы И падение Нет И вообще И вот у нас банка И у власти Есть вот этот рецепт Да Они говорят Мы сейчас Проведем эмиссию Поднимем курс доллара Да И все кто Какие-то у вас есть В сбережениях там 300-400 долларов 500 тысяч Вы все станете богаче Столите Кобзаря обязательно Суточку надо достать А это как рядом Одна депутатка Слуги народа говорит Что надо 200 миллиардов напечатать Ну так Чтобы масштабно подойти Это кто? Баумистер Есть там такая Я скажу Мне вообще Вот я иногда прихожу На ток-шоу И вот сейчас было все время Последние две недели Вокруг нацбанка И мне это интересно Когда Некоторые слуги народов Рассуждают на тему Монетарной политики Нацбанка И обсуждают кандидаты Ну обсуждают Приблизительно Люди такие Институт В Пшемышле Диплом Зоотехника Курсы Обязательно Миловановской Школы Экономики Да Подождите Важно иметь Курсы Миловановской Школы Экономики Это важно Сертификат Сертификат Да Ну а если еще Где-то еще Прошел через руссковец Ну это Руссковецкий диплом После этого После этого Премия золотая Нафтуся просто Да Через какой-то фонд Трудоустроенный Восьмым помощником Замминистра Экологии Работает В комитете Национальной Безопасности И обороны Страны Ну думаю минимум Замом И рассуждает Вот какие кандидаты Нравятся Какие не нравятся Это так вот выглядит Фундаментально И при этом зоотехник Этот самый фаховый Специалист А он единственный Кто имеет Музскую специальность Уже все остальные Специальности не имеют Представляете И иметь фракцию 242 человека 48 Они же говорят 248 Да Ну я путаюсь С цифрами Потому что там А реально голосуют 170 А потом надо на кланы Разложить Ну неважно Окей 248 И не иметь Ни одного человека Который по критериям Проходил бы Там же критерии 5 лет в банковской сфере Работать на руководящей Чтобы мог Даже в теории Рассматриваться На должность Главы Нацбанка страны То есть Ну такого Не было Никогда И нигде Даже всегда Когда Любая политическая сила Даже маргинализирующая Вот как Бьют сегодня Что уже Или Или какая-то Политическая сила Которая Только начинает Но когда Формируют список Ну общий Подход такой Вот это Вот это Нет Имеется ввиду Алексей Другой Вот этот У нас В оборонной промышленности Авторитет специалист Вот это В гуманитарной Вот это В промышленности Вот этот В финансовой Банковской Этот В фискальной Этот В инфраструктурной То есть берутся Это просто хороший фотограф Ну это всегда нужный Ну они уже там есть Просто хороший фотограф Они присутствуют Потому что почему Берут еще пару сильных Это слуга народа справилась После вот этой потасовки Округ с трибуны То надо чтобы пару борцов Пару боксеров Присутствовали Ну это обязательно Это вообще обязательно РНМ Это обязательно Но всегда В любой фракции Есть Люди Которые А у слуги народа У них же Какая была Тренд Новое лицо Это первое Требование Но это не Не все Второе Никакого упоминать Стерильной Ни в каких средствах Массовой информации И вот желательно Чтобы человек Лучше ничего не знал Потому что будет что-то знать Будет что-то умничать Понимаешь Ну справа Его надо научить Как курсы На неделю Нажать кнопку Ну чтобы мог воспринять команду И все И тут И они сейчас живут И Юрий А как упала туда Ирина Верещук Например Вот Засланный казачок На самом деле Ну для объективности Нет По Ирине Я не люблю Вот когда Чтобы не оговариваться У нее все хорошо с образованием Да Объективно У нее все хорошо С послужным списком Она выиграла Мэра Равы Русской Кажется Да Она реально очень Это объективно Да Она Она заняла такую позицию Конечно Она вот все их критикует Позиция Не честная перед народом Мы как-то с ней раз столкнулись На одном ток-шоу Мы по поводу того Она говорит Вы все говорите Что вы так вот разочарованы Я говорю Вы не разочарованы Ирина Да Вот этим всем Она говорит Нет я преисполнен оптимизм Мне нравится Это понятно Может она преисполнена оптимизм Потому что она при власти То у них есть оптимизм До следующих выборов Начнется и потом пессимизм Но вот чем позиция не честная Критикуя все Ты вот Программа правительства плохая Кандидатуры плохие Политика плохая Все плохое Да Закон о языке тоже она критикует Что надо защищать русские Вот она все критикует Но тогда ты Должна выйти из фракции Чтобы быть честной Она в списочке Понимаете да И вот поэтому Там вот есть ряд людей А вот она к нам придет И все объяснит Мы у нее Это пожалуйста Это пожалуйста Поэтому Ладно А тогда вернемся к нашей Любимой теме Зеленский Который на госдаче сидит Может попасть на штраф 1700 гривен Потому что он На этой неделе Неверно задекларировал имущество Точнее он его не задекларировал вовремя А имущество то как раз По вашей любимой теме Юрий По ОВГЗ Которые давят Ну К сожалению Тема любимая не моя А Смолья На 5 миллионов гривен Хотелось бы На 5 миллионов гривен Знаете так Ну где-то в глубине души Хотелось бы Чтобы это была моя Любимая тема Ну так Но к сожалению она не моя Вот Занята Да Занята В прошлом программе Глагол придумали АВГЗИТЬ АВГЗИТЬ Да А Зеленский АВГЗИТЬ на 5 миллионов гривен И признался Я знаю почему это произошло Возникли вопросы с падением рейтинга Возникли вопросы что можно не попасть на второй срок А может и возникнуть досрочные выборы На первый срок И тут нужно у авторитетных людей в стране Спросить мнение Что нужно сделать Чтобы Ты был неприкасаем на свои должности Он берет перечень тех кто дольше всех на должности На топ должности Это Артем Сытник И говорит Артем Дай рецепт Твоего такого Долголетия Он говорит Владимир Александрович Извините Ну АВГЗИЛ 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 И буду АВГЗИТЬ Вопрос простой Пусть тебя как меня Осудят По коррупционной статье И попади как и я В реестр коррупционеров А вот с реестра коррупционеров Не увалить нельзя У Сытника получилось Да Владимир Александрович думает Ну там советники собрались А там Хорошая тема надо брать Хорошие сапоги надо брать Не сложно Правильно Быстро что делаем Что делаем Продаем Покупаем Через два дня говорим Ой 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 забыл Штраф Быстренько штраф Значит осудили Штраф есть И все это не прикасаем Вот и все Поэтому эта технология Как остаться на должности Она у нас в стране адаптирована Сегодня я думаю Сейчас все чиновники Будут Масштабировать и внедрять Короче Все чиновники Будут торопиться Попасть в реестр избранных Всех Я уже начинаю переживать За благосостояние Семьи Зеленских Владимир Александрович Постоянно платит штрафы Это уже по-моему Третий или четвертый штраф За год Он платил Помните за кофей Он показал 34 тысячи За голосование За голосование Когда он нарушил Показал бюджет Платил Потом что-то там еще было с ПДД По-моему с кортежем Он тоже платил Он постоянно что-то платит Порошенко не платит А этот платит Он просто платит в первые десять дней Пока скидка Ребят Я тут Дайте я включусь Как экономист Это исключительно мое поле Наполение бюджета Вот тут это умница Ну честно Дай же еще Эта мысль была уникальная Да Владимир Александрович Понимаешь Вот он спросил Вот всех Своих экономистов Которые там Вокруг него Что и где резервы Ну они ему сказали Есть резерв один Не воровать Но мы на это Никогда не пойдем Он говорит А другие вопросы Можно другие механизмы Другие механизмы Достали книги До этого они На выборы шли У них была книга там Лек Ван Ю Из третьего мира в первый Да Или там Эрик Рейнард Почему богатые и странные Остаются богатые А бедными Уже не говорим За Адама Смита Да Вот С этими книгами А сейчас Оказывается намного проще Книга Чиполлина Там Ну там все понятно Потому что вот эти вот умничания Да Там все понятно Потому что За воздух За воду За вздохи За выдохи За все И поэтому Поэтому решили так Дедушки тыквы Нужно показать народу Что платить штрафы Это модно Молодежно Это статусно Это Тебя Уравнивает На один уровень С первыми лицами страны Типа А ты Ты заплатил штраф Как президент Нет не заплатил Да нет Ну ты пойди заплатил И вот тут представьте 40 миллионов населения Я считаю Детей тоже надо штрафовать Или родителей за детей И все кто выехал Тоже штрафовать Вот Потому что после десяти вечера Тоже дети Порой вот это Активничают Активничают Поэтому взять штрафы наперед Как депозитные штрафы Бегают за кофе Да все что угодно И вот Штрафами Можно дефицит бюджетов Погашать до бесконечности И это может стать Самая большая статья И модно Да и модно И в тренде Можно прямо делать себе Такую плашечку В социальных сетях Я заплатил штраф Нет Сколько ты заплатил Или хочешь заплатить штраф Спроси меня как Ну ладно Он такой значок Заплати больше Да Попробуй заплатить больше чем я Заплати другому Можно так Рейтинг Рейтинг В интернете Свободный доступ Рейтинг Людей Уплачивших штраф Борьба за первое место Ну конечно Миллион Миллионы десять тысяч Миллионы десять тысяч И сто семьдесят гривен И пошла 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 Заодно и будет легко Провести перепись населения Ну это реально Штрафы платят те Кто население Кто живой Кто остальные Те некачественные Опять таки угрозы К вам придет Третьякова Напоминание Вы не уплатили штраф К вам придет Третьякова Ваше личное дело Передано в офис Третьякова На изучение Ожидайте на линии И нам очень важен ваш звонок И все Да И как раз пока вот это пишут Люди уже Это не не вонлайн А Украина в смартфоне Диджитализация Быстренько раз штраф уплатил Что быстро И человек такой сидит перед компьютером И тут все перерывается И включается Третьякова Да И тут рождается У малоимущих Рождаются некачественные дети Уплати штраф Докажи что ты не малоимущий А? Тема Вот И ты выпадаешь из зоны риска Постерилизации Да И заплатил за себя За семью И ты уже все Купил диплом Сертификат У Милованова Как качественно И сдал экзамен Ты сейчас заполучил три штрафа А этот диплом авансом Или бонусом Да Милованов сам лично говорил Что он некачественный Когда говорил Что он себя называл дебилом Смотри Есть дебилы качественные И некачественные А то уж другое Представляешь какая-то сегментация Там же есть Ну разные категории качественности Да Про реестры как раз Раз мы уже заговорили Создаваем Министр юстиции О Наш любимый Да В каждой передаче вспоминаем Малюська на связи Министр юстиции Продолжает привлекать Себе внимание Но не своей работой Как бы это Ну по идее должно было быть А тем что он Бесконечно выкладывает Какие-то фоточки В Запомните Это поза Малюськи Надо назвать На фейсбуке Теперь вот он валяется на каком-то газоне Смотри Раньше была такая игра И видишь, что у него много работы Ребята, была такая игра Море волнуется раз Море волнуется два Море волнуется два Морская фигура Замри Вот мне кажется, что это морская фигура Малюськи просто Мне кажется, министр юстиции Он уже и так намекает Что он доволит И так намекает Что вы еще сделали Чтобы вы выгнали Кто тебе сказал Что ты Можешь Говорить о критериях Оценки работы министра Ну вот почему ты считаешь Что это Он не занимается Своей работой Мне кажется, если бы он был Федерацией футбола Украины еще может быть Ну, пойдем Кирилл Я тебе скажу Я понимаю Я уже понимаю Твою проблему Министерство ландшафтного дизайна В секунду Кирилл у вас Он старомоден Он вот это Понимаете Он Брежневского времени Вот это Вот он так вот Да Вот он С тех времен Вот он считает, что министр Это черный костюм Ковене Вот это Совещание По телефону Показатели Еще Улучшение работы Ну, это Знаешь Не для этого Как говорится Эти люди Шутками Прибаутками Пришли к власти Понимаете Знаете, по поводу шуток Прибауток Анекдот А вы готовились Мы смотрим Никогда не готовлюсь Потому что тогда плохо получается Развал Советского Союза Очень похож этот анекдот К нашей реальности А мы сделаем так Вот я буду сразу аналогию Развал Советского Союза Я буду говорить Апогей борьбы с коронавирусом Да И вот там Люди идут Новый год Какие-то приготовления Последние Такие мрачные А в наших реалиях Это Люди идут В масках Такие Без денег Без зарплат Потому что на карантине И тут Диктор Центрального телевидения Говорит Уважаемые телезрители Вот такой вот Кирилл Старомон Вот мы сейчас Спросим Народ Как он Готовится К Новому году А в наших случаях Как народ Готовится К летнему отпуску Да, после карантина И тут Раз, мужик идет Там авоська Там какой-то Пол хлеба Какая-то колбаса Кусочек дешевый Потому что денег нет Развал Да, и в нашем случае Тут идет Тоже человек Тоже там Пол курицы Ну, за последние Да, и диктор спрашивает А вот как вы Как у вас хорошее Праздничное настроение Накануне Нового года А в наших реалиях Какое у вас праздничное Приподненное настроение Перед летним отпуском И тут мужик На него отвечает Пошел ты на И так и так Тут совпадает И диктор разворачивается И говорит Вот так Шутками Прибаутками Наш народ Встречает Новый год Вот так шутками Прибаутками Наш народ Выходит из карантина Понимаете Поэтому Не для того Хайповали ребята Чтобы заниматься Старомодной работой А моллюска Он кстати Реально молодец Когда все критикуют И говорят всякую ерунду Он четко сказал Что он может Сформировать Кабинет министров Из осужденных А в этом он дал Глубокий смысл Потому что он Знаете Министрами просто так Не становится Он предвидит Что Многие Из этих министров Да Пойдут туда Где Где он Занимается сейчас Надзором Платными Поэтому От смены мест Слагаемых Ну вот ничего не поменяется Просто даже наоборот Он же говорил Там много То есть Он дал понять Что там много людей Сидит За мелкие экономические Преступления За мелкое мошенничество За мелкое воровство Поэтому Знаете Можно простить Малое зло Ради преодоления Большого зла Поэтому Если Например Поменять Того Кто Украл Пять мешков Зерна И получил Три года Поменять Например На руководителя Таможни Поменять их местами То Это реально Экономика Может Ну вздохнуть Ну как бы Вот такой Посыл Моллюска я считаю Он очень кстати Креативный парень То есть Оставляем Оставляем Моллюску оставляем У него есть рецепт Кирилл Нам еще столько программ писать Конечно оставляем Он еще кстати не набрал Сколько он удел 2000 лайков На то чтобы купить розовый костюм Он еще не купил розовый костюм А я вам скажу Вот такие Без таких людей 2000 лайков не набрал Лайкните пожалуйста Помогите министру Он ждет костюм Розовый костюм Да Да Вот скажите вам стало скучнее Когда Нефедов ушел Мы его тоже часто вспоминали Да А сейчас уже как то не интересно У нас же У нас же Народ обиженный Кирилл подписался на его соцсети Он следит за ним Даже так Нефедов Он на акции протеста Там угрожает ходить На какие то Под парламент Вот Нефедов Да А за что Откройте барбершоп А не могу бороду После 10 Да Просто у него за бородой ухаживать Например Пришел он в полдесятого А уже закрыто все А в 10 закрывают Правую сторону Подчистили Переход к левой Милиция стучит в двери 30 человек Да Тут Да Ну И вот тут такая начинается ситуация И кстати Кофе Эль Кофино Вы можете пить в любое время суток Вот Эль Кофино наш прекрасный кофейный спонсор Это конкурентное преимущество нашей передачи Кстати Раз вы про кадры заговорили У нас еще есть рубрика Саакашвили недели Вот Ну это тоже Выдающийся реформатор Так вот На этой неделе он не занимался переименованием в офис Каких-то там решений правильных Простых Простых и правильных решений Да А сфотографировался с уже Вспоминаемыми нами Виктором Андреевичем Ющенко Вот И написал Что у меня в гостях в Хатынке Именно в Хатынке почему-то Мой старый друг и кум Который крестил моего сына Николая Это фотография А это Это что-то другое Это флешки Гордона О А вот То есть флешки Гордона просто Вы рекламируете кофе и Гордона Я так понимаю Теперь мне понятно Откуда у Дмитрия Гордона такой рейтинг Осторожно Реально у него там Миллионы подписчиков В каждой передаче Самая рейтинговая передача страны Говорит Показывает случайно сзади Гордона Все О, а кто это такой? О, он это узнал Гордон Посмотри Юрий, это просто у Кирилла Там какие-то, ну я не знаю Флешки Он там подключен Нет, тут все Не отвлекайтесь Патрикийский роспис Тут все намного интереснее На флешке Гордона Но в этом интервью Саакашвили заявил, что Сталин Часто скрывался в доме его бабушки Вот И это, я не знаю как бы Как это можно оценивать Это какой-то Это попадает под закон На декоммунизации для начала Нет, во-первых Зачем он скрывался в доме его бабушки Ну вот Ну, не будем обсуждать Интимные подробности Родственников Михаила Саакашвили А может быть Саакашвили Юрий тут намекает, что он сын Внук Внук Швили Швили А как он иллюстрацию прошел тогда? Понимаете кого? Иллюстрацию А там не спрашивали, Кирилл Недорого Я скажу, что Надо звать Критиков и брать анализ Смотреть, качественный он Или некачественный Нет, ну Михаил то конечно качественный Потому что он реально Реально сильный реформатор И много сделал хорошего в Грузии Для объективности Вот А то, что Почему-то грузили его оттуда То, что я скажу То, что Послемайдановская власть Она вот в иллюстрации Слабовата Вот в иллюстрации Хорошо Пробыл вот Сталин Он в иллюстрации лучше проходил Поэтому Вот сейчас жалуются Что много людей Подали в суды Да И сейчас надо выплатить А если бы провели иллюстрацию Как в семнадцатом году Не было бы никаких судов Нет людей нет проблем Нет людей нет проблем Поэтому Вот Не хватило Третьяковой В четырнадцатом году На Конкретной должности Например Генеральный прокурор Да Генеральный иллюстратор Потому что эти полумеры Они приводят к тому Что теперь не знают Что делать с этой иллюстрацией Прикольные новости из Белоруссии Еще за неделю Там идет Конкурентная политическая борьба Про Белоруссию Расскажу одну интересную историю Ну поведайте Там есть такая Витебске проводится Славянский базар В фестивале В Зеленске там выступал Конечно И там Было в свое время Молодец Дни Украины Ну дни каждой вот Славянских стран Дни Украины И на дни Украины Приезжает один Славянская страна Это хоть не отменили? Ну окей Конституцию Должны внести изменения И объявить нас Постславянской страной Да Пока они хотят У России отобрать статус Славянской У нас, мне кажется В этом направлении идет Понятно Потому что это Казанское ханство Каганат Каганат Да Так вот И вот это Дни Украинской культуры Приезжает один Не буду называть Известнейший артист Украины Это по поводу того Что артисты Когда они вот Говорят то что им написали Это хорошо Когда они пытаются Отсебятничать Отсебятничать То получается вот как у нас сейчас у власти Так вот И вот приехал известный артист Ему дали тост И Он готовился И Тут Все Президенты И Батька конечно есть Александр Григорьевич Да Лукашенко Да И вот артист такой Национальный Говорит Вот мы Чудово Что я могу Размовляти украинскую мову И меня тут все Разумеют Потому что белорусская мова Дуже близка За разумением Что я хочу сказать Перш за все Мы брати Мы Повинны Еднатися И Как в Украине говорят Разум Можно А Это известный советский анекдот Когда Общается Советский гражданин И Американский И Американский говорит Вот мы Выходим под белый дом Протестуем против президента Это анекдот Рональд Рейгер Да А советский А советский гражданин Говорит Так и мы можем выйти Под Кремль И против американского президента Да Про президентов Тут и про гуртом И про толерантность Или Нетолерантность У нас же еще Вот эти знаменитые пленочки Неделю назад были Милые беседы Путина и Порошенко Такие Мишно нежные То есть это о чем говорит Потому что очень на высоком уровне Отношения были Между странами Да Нет это говорит о банальном лицемерии Понимаете У нас же По Петру Алексеевичу На каждое его Высказывание Можно найти Контру высказывания В зависимости Ну просто Он как Черчилль великий Ага У Черчилля как Нету постоянных друзей Нет постоянных врагов Есть только Смотрите Внимательно послушайте Что говорил Черчилль У Великобритании В Великобритании Нету постоянных врагов Постоянных друзей Есть только Интересы Великобритании Порошенко Говорит У Украины Нету Постоянных врагов Нету Постоянных друзей Есть только Интересы Порошенко Понимаете Вот то есть Он прочитал Черчилля Как Человек Творческий Да Реально образован Реально опытный Он чуть-чуть Прокреативил Подождите Мне кажется Добавил Он просто взял Эти мемуары В библиотеке А конкретно эту страницу Вырвали Поэтому домыслил Может же быть Я думаю Он все-таки Скачал Бесплатно Порошенко Порошенко Вы где-то видели Черчилля У него дома Изображенного На иконе Не видели Мы просто не были У Черчилля дома Вы были Но вряд ли Ну смотрите Дело в том что он жил В служебной Или в своем родовом поместье Или в служебном На даче Да Но дачи кстати не было у него К сожалению Вот просто Он не был так близко знаком с Ющенко Вот Но Его не было в виде иконы Поэтому Петр Алексеевич Как человек Ну который на иконе Понятно что он выше Чем Черчилль Во всех позициях Ну понимаешь Он уже на иконе Ну во первых Порошенко Черчилля должен презирать Хотя бы за то Что Англия была союзником Советского Союза Против немцев Да А Порошенко Как бы плохо с Россией Да Поэтому Черчилль для него Отрицательный герой Кстати Ветрович не досмотрел Вот тут нужно было бы Запретить Я считаю что нужно Черчилля внести в сайт миротворец Ну Нельзя же Даже о книге о нем Не заезжали в Украину Да Но И поэтому Петр Алексеевич Вот это высказывание Черчилля Которое было Никчемное Недоработанное Неправильное Сделал Более четко Потому что Именно Петр Алексеевич Знает Что если будет лучше ему То лучше будет И Украине А Кто этого не понимает Я говорил Ющенко всем маленьким украинцам А кто этого с этим не согласен Те ватники Да И агенты кредитов Скажите вы готовились к программе Вы новость вообще нам принесли Новость я скажу Очень оптимистичная Есть новость Я готовился к программе очень серьезно Вы хотите шуток Их есть у меня Да Шуток никаких не будет Проработали тонны информации Потому что Я скажу Что Вот этот Курс На индустриализацию страны На создание 500 тысяч рабочих мест За месяц Хорошо хоть не миллион Как Гончарук Его за это сняли Он болтун А этот человек реальный 500 тысяч Вот за 500 тысяч рабочих мест На то что Инвестиции в страну На то что Лучшее налоговое поле На то что Трудовые мигранты Вернутся Вот этот курс Начал реализовываться И проявился он В последние новости Потому что В июне месяце Вдумайтесь Украина Импортировала Импортировала Завезла Завезла Да 11 тонн сала Вот Вот это говорит о том Вот это говорит о том Что мы уже не сырьевая страна Мы уже сырье импортируем Загнивающий Европу Вот он пошел прорыв И какой уровень жизни увеличился То есть каждый Аншил столько сала А теперь вот столько Уже не хватает внутреннего А вообще Вы представляете Вот трагедию ситуации Что мы импортируем чеснок Мы импортируем с Египта Картофель И с Израиля Подождите А черный хлеб еще не импортируем Да Огурцы то что фермеры Выступали против Да то что с Турцией импортируют Да А лук из России Лук из России А сала Тихо не об этом слух даже не говорите Откуда сала Потому что вы тут Как продвигатели Какие-нибудь интересы Кстати если сала из России То свиньи прыгали через стену Яценюка Да И вот 11 тонн сала То есть это Вот скажем Такой вот Подпись Такая как Вишенка на торте Да Вот этой политики Правительства По защите Товаропроизводителя По защите Сельхозпроизводителя По защите Фермеров То есть это Идет Плановая ситуация Так делать Чтобы Жить на земле Было невыгодно Чтобы землю Нужно было выгодно Только продать Порошен еще не сделал Туртик сала в шоколаде Кстати да Мальдивы есть Ромовая баба есть Мальдивы не от Рошен Да Не от Рошен Нет Мальдивы это Конкурирующая Конкурирующая Это как это называется Кстати неплохой торт Я пробовал Кстати я вам приготовил подарок Серьезно? Да я вам приготовил подарок В противовес вот этим импортному салу Я привез Реальное Винницкое Чистое С родины Сало С Калиновского района Ооо Кормленная свинья У знакомого только молоком и кукурузой Вот Чистое Без ГМО Она не знает что такое ГМО От того От слова Когда ей сказали ГМО Она от этого умерла Ее быстро зарезали Ну точнее зарезали Потом умерла Поэтому в холодильнике Если я сейчас тут бы разложил Я бы людям бы испортил рабочий день Все бы захлебнулись сыной Выходной Началось бы и вот Хотя суббота в нашей стране Наверное уже рабочий Поэтому мы желаем нашим зрителям Хорошего субботнего дня С нами был Юрий Атаманюк И мы сейчас идем поедать его Сало Сало Да Наидки Черный хлеб тоже взял Да Так что до следующей субботы На канале КРТ Спасибо что пришли Всем хорошего дня Спасибо ребят Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!